всем огромный привет добро пожаловать на мой канал девочки у нас питере чуть-чуть мухи какие-то летают тут у нас питере чуть-чуть отступила жара совсем немного но как-то уже полегче представляете вчера было 33 градуса сегодня 23 но все равно у нас хоть и пишут 23 но это в ленобласти да как ленобласти мы очень близко к городу живем вот ну так то ветерок то солнышко выйдет то спрячется даже тут чуть-чуть дождичек пошел знаете такой который даже ничего не намочил все обещают гроза но вот у нас по крайней мере гроз пока что нету до сих пор я не загорала но я загорела я вообще вчера и практически не выходила на улицу потому что 33 не было ветра вообще было очень тяжело и мы все просто плашмя лежали дома чем кошмар мне муж еще купил два вентилятора привез в общем в общем но справились молодцы вот сегодня что сегодня я снимаю влог сегодня полегче стало да и до этого я вообще ничего не снимала вот так что сегодня в планах наготовить пока спала жара вообще надо его город идти новогород не знаю сегодня пойду или нет потому что в общем уборка готовка в общем такие у меня домашние сегодня планы завтра если обещать вообще грозы даже если не будет гроз у меня все равно будет кучу дел по вот так что так что вот такая вот у нас история сейчас еще мухи тут опять поналетали потому что все окна открыты естественно вот сейчас хочу вам показать заказ фаберлинг заказала парфюмерию ну не всю конечно которую вы мне рекомендовали но некоторую вот одну позицию скажем так вот так что вам сейчас покажу ну и буду сегодня готовить не знаю что еще буду делать наверное все так немного обо всем все как обычно и так заказ фаберлинг давайте начнем как обычно с бытовой химии я люблю бытовой химии от фаберлик очень люблю заказала средства для мытья посуды потому что вот этими средствами девочки я мою все и столешницу и плиту если она не грязная не сильно загрязнена да в общем все 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 мою мне нравится вот этот с углем очень классный прикольный и вот такой вот я его уже заказывала заказала вновь чтобы у меня уже было видите с антибактериальным компонентом подходит для мытья детской посуды вот видите чистоту посуды и губки тоже мне вот это средство понравилось прикольно так пахнет ну чем-то таким зелененьким свеженьким чем классно увидела новый кондиционер для белья вот такой кстати очень приятно пахнет сильно такой какой то не знаю немножко может быть цитрусовый я не знаю такой очень приятный аромат очень прям мне понравился вот такой один я на пробу заказала мне еще не закончились просто на пробу скажем так взяла средство для духовок и плит мне очень нравится но он такой прям очень хорошо то есть в перчатках нужно с ним работать вот единственно что видите появилась с цитрусом раньше он был просто просто до без аромата цитрусов вот а сейчас такое средство очень хорошо очень хорошо растворяет жир прям мне нравится как обычно у меня освежителем воздуха который очень нравится взяла вот такой свеженький тропический бриз и вот такой вот весенние цветочки очень нравится моим детям вот эти вот но они сильно приятно пахнут ненавязчиво и хорошо убирают различные посторонние запахи конечно же лето актуально гели для душа я набрала это новенькие ароматы вот этот сладеньким чем-то таким пахнет сладковатым наверно больше даже не грейпфруктом вот этим а именно пион да здесь я так понимаю нет марокканская роза вот но очень вкусненький такой сладковатый аромат вот это вообще балдежно жалею что один такой заказала на следующий раз закажу второй такой кокосом и ананасом знаете какой-то коктейльчик напоминает очень вкусный приятный аромат но они такие ненавязчивые ароматы и я взяла мальчишки любят вот такие цитрусовые ароматы здесь действительно пахнет лимончиком и какой-то мяткой очень вкусные вот такие два одинаковых но у меня мальчишки любят вообще гели для душа летом у нас улетают на ура также взяла себе вот такой крем для ног питательный тоже актуально летом вот и его такое мыло смотрите какая прикольная упаковка вот тоже приятно пахнут здесь у меня эти различные мыльцы и упаковочка такая очень очень прикольно вот но мы пользуемся и гелями для душа и кусковым мылом по-разному так что вот такие вот опять здесь каталог конечно же обязательно полистаю и парфюмерия по вашей рекомендации я уже все распаковала попробовала по вашей рекомендации заказала вот такой одна девушка мне написала что ей очень нравится аромат абрикоса абрикос абрикос или абрикосовых косточек вот она мне написала вам огромный привет если на очень приятно пахнет но действительно какой то вот есть такой спелый абрикос или может быть даже косточка но не горьковатый такой аромат очень приятный вот этот вот очень мне понравился девочки спасибо вам огромное мне еще рекомендовали мурмур и еще там несколько в общем мурмур не было в наличии я взяла вот этот и еще потом остальные тоже потом закажу потому что я в этот раз решила взять попробовать сразу вот такую новинку я так понимаю что это новинка летний такой аромат он вы знаете немножко такой водный аромат я бы сказала свежий такой немножко цитрусовых здесь каких-то есть совсем чуть-чуть вот я не пирамиду до читаем артикул оставлю а то что ощущаю я сама действительно такие цитрусовые и не он такой водный акватический я бы сказала аромат вот на лето кстати очень классно мне знаю как будет по стойкости но прям вот этот супер на лето а вот этот тоже можно на лето но не на жару на мой взгляд хотя он такой прям приятнический из ситом абрикосик действительно барикосик девочки вот вот этот вот классный очень классный аромат этот мне вообще понравился очень спасибо вам огромное вот но вот это клеитом сейчас я думаю вполне можно поливаться им потому что он такой водяной немножко каких-то цитрусовых такой свеженький очень классный аромат это я здесь еще до мужчин такой мужской аромат вот так что вот так что вот такой вот у меня заказик вот за аромат вот этот спасибо мне действительно он понравился посмотрим как в носке будет стойки или нет так что вот такой вот у меня получился заказик фаберлик как всегда артикулы все ссылочки у меня внизу в инфобоксе я девочки решила раз у меня раз отступила жара короче хочу наготовить сегодня по плану у меня готовка и сейчас хочу показать достала тесто я покупала его в ленте вот такое марки фаза тесто сырное вот смотрите как она сделана покажу видите она мне сейчас разморозится уже нарезана вот такими пластами получается то есть его не нужно я так понимаю даже не нужно раскатывать да смотрите вот я хочу сделать примерно так же да как здесь я сделала сразу две пачки потому что извиняюсь мне шумно у меня вентиляторы потому что ветра сейчас нет и стиральная машинка стирает в общем у меня все тут работа кипит а у меня сейчас разморозится я сразу вот из четырех пластов сделаю просто положу и будет на завтрак нам и так у меня мальчишки похрустят в общем надо наготовить еще сегодня буду готовить печенье или кекс не за общем достала масло смотрю что приготовить печенье хотела печенье с какао но у меня нет какао вот какао закончилась не знаю сейчас чем порой посмотрю может кексики какие не сделала в общем будет размораживаться будем делать но прикольно еще вот хотела сказать еще смотрите здесь в комплекте идет вот эта бумага но я ее использовать не буду я ее оставлюсь и на всякий случай конечно выбрасывать не буду то есть вот это вот бумага для выпечки как вот здесь вот нарисовано вот но прикольно то есть достал сделал даже с бумагой надо заморачиваться я сделал на своем коврике любимом вот так что будем сейчас готовить ну что вот такие вот штучки у меня получились я посыпала их это у меня кунжут белый и он же черный я на херп заказывала у меня остатки ну как мне еще на долго хватит вот так что сейчас буду отправлять духовку при температуре 200 градусов на 15-20 минут мы посмотрим по готовности так девочки вот такие вот кренделёчки булочки у нас у меня получились очень вкусные они мы уже попробовали девочки просто обалденный аромат стоит на все они действительно такие сырные тесто вообще обалденная просто и выглядят очень симпатично вот это вот это у меня подгорает с одной стороны духовки к сожалению но ладно в общем вот такие вот красавцы мне получились вот так что мы сейчас будем как раз обедать на обед у нас бульон с вермишелью и зеленью сейчас вам покажу вот такой вот у нас сегодня обед я отдельно варю куриный бульон он у меня желтый потому что добавляю что куркуму отдельно варю соответственно вермишель и вот так добавляем можно сюда добавить яичко но мы что-то не хотим отварное тоже отдельно сюда кладем он зелень у меня здесь укроп и лук и конечно же наши булочки вот так что вот такой вот у нас обед вот очень очень вкусный но вот эти булочки согласитесь девочки очень аппетитно выглядит прямо очень и очень вкусные так что тесто вот это советую для быстрой выпечки вообще идеальный вариант все пообедали у нас дневной сон одна лежит у нас этот вентилятор работает бардак конечно же ничего будем убираться вечерком и 2 лежит 2 вообще и вообще бывает жарко мне кажется нет она все время спит на диванчике уткнулась еще чувствует бывает жарко скажи мне холодно вот такая красотка чё кстати начала обрастать видите видите кто спрашивал почему она такая лысенькая она не лысенькая она красивенькая на только на подушечке вообще с мамочкой тут красота красота да и только и 2 там я думала ей вчера вот когда вчера до была жара я думала я не знал что с ней будет но и то что ей будет очень плохо точнее было вчера я думала что и вообще я уже готовилась хватать и бежать он кстати шерсти видите на ковре от нее это джуз какие-то палки притащила еще как всегда у нас но все как как обычно все общем бон бон а вообще мне страдалица очень тяжело конечно ну ладно пойду печеньки готовить и кстати про вентилятор который муж у меня купила смотреть какой прикольный он таких привез два не знаю вот такая марка вот вообще сейчас вентиляторами беда магазинах муж сказал вот так что вы такой вот но прикольно стильника так смотрится да вот и он кстати очень классно его ставить на кухню потому что он дует по низу то есть по ногам и не задувает у меня газовая плита обычно все вентиляторы задувает газовую плиту и реально он вот в отличие от обычного вентилятора он дует более прохладным воздухом хотя у него нет здесь системы охлаждения но воздух и реально более прохладный может потому что он мощнее как-то или что я не знаю но в общем вентилятор вот это спасение он мне купил два один вот я ношу то в нашу комнату то на кухню в общем с собой ношу везде где нахожусь а второй у меня стоит в комнате мальчишек потому что у них там очень душно вот так что но прикольненько вот такие еще и с черным цвете я видела в интернете вот но мне беленький подрался больше прикольно да то есть его можно даже никуда не убирать маленький компактный и как в интерьер мне кажется в любовь пишется вот но есть разные там уж говорил и филипсы всякие 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 вообще вот но муж у меня вот такой купил вентилятор две штуки так что мы мы тут обдуваемся как можем сейчас вроде прохладно да ну как прохладно 26 у нас сейчас пишет градусник вот причем и дома и на улице кошмар вот но хотя бы не 33 на том спасибо погода спасибо вот и все равно с вентиляторами но я так понимаю все лето очень будет у нас пахать дружочек наш вот но реально прохладный воздух дует очень хорошо прямо я тут готовлю и с ним прям дружу долгожданный дождь девочки ура 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 ужас какой кошмар видите все взросло муж тоже не косил ничего парничок мы окна все открыты красота дождь ура не знаю надолго он или нет но но классно на полночка дождик наконец-то дома девочку скажи невозможно уже невозможно да просто красота девочки ура почему девочки искал искала сейчас рецепт какой-нибудь какого-нибудь печенья хочу сделать печенье вот и нашла рецепт сырных крекеров хочу попробовать сейчас сделать значит нам понадобится масло я взяла целую пачку по рецепту там 100 грамм у меня 200 соответственно у меня все в два раза больше да будет я вам пропишу все внизу инфобоксе 2 плохо не отделила конечно желтки ну ладно сыр на мелкой терке нужно потереть мука и еще ну соль щепотка где-то в моем случае 2 сейчас все это нужно просто перемешать то есть начали смешать сыр с маслом потом добавить яйцо и потом постепенно вводить муку вот такой вот тесто у нас получилось и мы теперь убираем накрываем пленочкой и убираем его в холодильник на час так на что тесто постояла у меня стало такое ну как под застыла немножко да сейчас буду раскатывать его и нарезать нарезать можно треугольничками квадратиками хоть как как вам больше всего нравится можно даже вырезать какие-то формочки в общем как будем делать решила и сделать круглыми как настоящие крикеры сделал еще вилочкой дырочки как в настоящих сырных крикерах вот это у меня получается один противень вот тут у меня еще осталось то есть получается на два противня вот то количество которое замесила я но это на самом деле хорошо я их баночку переложу и как раз нам хватит на много дней я надеюсь если они будут очень вкусно это на меньшее количество дней вот и ставим в духовку при температуре 180 градусов на 15 по моему минут вот но я скажу сколько у меня постояла ну что вот такие вот они меня получились постояли 15 минут по рецепту 10-15 минут я поставила на 15 вот но я думаю что они сейчас такие мягенькие но когда они подостынут они же станут такими хрустящими должны по крайней мере да вот сейчас поставлю вторую партию печенюшек крекеров вот такая у меня сырная история сегодня но мужчина мой будет рада не меня сладкую выпечку не очень любит ну что вот моя вторая партия готова здесь у меня уже потаскали я их вот сюда в такую баночку сложила это остывшие вот эти тоже сейчас подостынут как они все равно еще немножко такие тепловатые в общем переложила туда вот эти сейчас застынут и я тоже переложу в баночку и как раз мои будут жевать 15 минут до самое то потому что они же сейчас вот я только достала не горячие они мягкие а потом остывают и становятся соответственно сухими да то есть если поставить больше можно пересушить и они будут слишком жесткие а вот 15 минут как раз самое то очень вкусно они получаются такие солененькие да с ароматом такого сыра очень классно моим мальчишкам понравилось вообще на ура вот я думаю что у меня быстро слопают вот так что девочки всем советую найти такие к пиву у нас пиво дома нет есть класс вот но в общем очень понравилось для для как сказать не сладкоежки мои мужчины да вот соответственно для них как раз идеальное печенье получилось я думаю что теперь этот рецепт тоже войдет в мои любимые рецепты те которые буду достаточно часто готовить для своих мужчин в общем остынет переложу сюда вот но сейчас пока тут найти мимо мимо кухни проходят меня вечно таскают вот так что рецептик оставлю вам внизу в инфобоксе очень советую сегодня на ужин буду готовить такое блюдо по совету одной подписчицы татьяна кузнецовой вам огромный привет и в общем она мне написала я еще порылась в интернете посмотрела кто как чего делает и так далее что более точно быть вот если что напишите мне значит фрикадельки тушеные с овощами и с картофелем из овощей у меня есть только лук и морковка на самом деле сюда можно положить делают с кабачком или цукини у меня кабачки все равно не едят мои мужчины так что так что будет у меня морковка лук хотела сюда перец положить очень перца у меня нет в общем ничего нет вот поэтому буду делать так то есть посмотрите в интернете я рецепт оставлять не буду потому что мне такой сборной из всего скажем тогда вы посмотрите в интернете просто наберите тушеный картофель с фрикадельками и там будут различные вариации да как делать в общем я догоняла что вначале нужно обжарить фрикадельки чем я сейчас займусь потом овощи и потом мы закладываем туда картофель я его уже нарезала сверху выкладываем фрикадельки и все это будем заливать соответственно водичкой с томатной пастой соль перец и так далее принципе достаточно просто быстро и должно быть вкусно вот но я уверена что будет вкусно вот так что сейчас буду обжаривать потом овощи все это я буду обжаривать вот в этой своей сковородочке ну как сковородочке сотейник да это называется кукмара который я обожала пользуюсь во всем в общем аккуратненько сейчас надо обжарить фрикадельки кто-то фрикадельки есть некоторых рецептах я увидела кладет сюда рис я этого не стала делать потому что мне кажется картофель зачем рис не знаю вот напишите если вы что-то подобное делаете кладете вы сюда рис или нет я просто мясо фарш даса сами делали им специи что положила все вот так что будем готовить ну что вот так вот у меня получилось положила всяких специй и травки сюда и вот фрикадельки они меня такие прям хорошо обжарили что-то вот сверху выложила теперь накрываю крышечкой и все это у меня будет томиться я так понимаю что пока картошка не будет готова дам точно что будет попробовать вот так что такое сегодня блюдо будет так ну что блюдо моем готова сейчас я открою вот вот так вот она выглядит картошечка полностью по ее иметь полностью готова вот если татьяна кузнецова вам сердце огромный привет если что-то я сделала не так напишите пожалуйста но из-за вообще ничего не было он так хотелось приготовить такое блюдо не знаю почему когда вы написали я прям и все думала надо приготовить надо приготовить вот приготовила в общем вот такой вот она получилась у меня еще сделала салатик овощной здесь у меня вот вся зелень которая здесь есть это все у меня с огорода разные два вида салата у меня лук укроп и положила немножко кинзы муж согласился на кинзу хотя обычно у нее не любит он говорит что на тебе клопами по вот а я очень сильно люблю так что вот заправила просто маслом я когда делаю такие зеленые салаты я не очень люблю их там сметаны или майонезом заправлять просто масло соль и очень-очень вкусно так что вот такое вот у нас сегодня мужчин еще хочу такую немножко бьюти минутку в этот кулинарный влог который у меня получился сегодня буквально пять минут хочу сказать продуктами которым я сейчас использую на ночь девочки это мое спасение в жаркую погоду я согласна с многими из вас там пишет что вообще невозможно на себя что-то наносить я имею ввиду крем косметику и тому подобное я с вами абсолютно соглашусь вот но для питера вот такая погода как в это лето это редкость то есть это исключение а не правило вот и сейчас на ночь меня очень спасает два вот этих средства я сейчас использую только их на ночь и больше ничего вообще не использую это вот такие маски японские вот от этой марки здесь у меня набор из 30 штук они супер классные девочки во первых у них очень хорошая застежка они я вот уже не первый раз вам показываю я ссылку вам оставлю внизу в инфобоксе есть наборы по 7 по 1 штучки и по ум по 14 штук ну что такое вот у меня 30 самом деле 30 самое то практически каждый день я просто вечером умываюсь наношу вот эту маску потом снимаю с эта маска тряпочка до самого-то тряпочку не умываюсь не ношу никакой крем просто ложусь спать и утром кожа моя увлажненная напитанная вот просто потрясающе то же самое хочу сказать вот про эту маску это марка джиджи извиняюсь она у меня тут вся грязненькая она вот такая гелевая немножко знаете похоже на такие супельки извините за такое сравнение ее нужно чуть-чуть совсем немножко распределяю на все лицо и и ложусь спать и все утром встаю даже если какие-то у меня покраснения даже у меня была слегка у нас на носу обгоревшая кожа все прошло действительно очень хорошо восстанавливает ведь и ночная маска очень хорошо все восстанавливает я не знаю это супер тоже вот просто супер средства на лето я думаю даже на зиму потому что комфорт придает убирает всякие покраснения и тому подобное в общем супер вот эти прям два сейчас моих любимчика два супер средства которые я очень всем советую особенно девочкам сухой кожи девочки это наше спасение вот я заказывала все это на фарма косметики вот эту маску мне кажется я вам не показывала может показывала в каких-то из не помню честно но просто бомбическая вообще марка gg очень мне тоже нравится классное средство вот так что сейчас я тоже пойду в душ нанесу масочку и будем уже готовиться ко сну ну как я не прямо перед сном делаю да то есть вечером похожу вот в этой маске пока тут у меня все соберутся спать какие-то еще мелкие дела снимаю ее и ложусь все супер не отекаю от нее и от этой маски тоже не отекаю но я в принципе к отекам не склонна хотя сейчас пью очень много воды у меня пальцы немножечко подотекли сейчас вот но но лицо не отекает вот с этими масочками вот но я на сегодня буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео но был для вас полезным и самое главное интересным не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан вся информация остается внизу в боксе всех люблю целую и до новых встреч